Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами я, адвокат Алексей Цветков и телевизионный проект «Правовая среда». Гражданину после смерти близкого родственника обратились представители банка и требуют погасить задолженность по кредиту умершего. Как быть в подобной ситуации и насколько правомерные действия банка? Именно этот вопрос мы поднимем сегодня в нашей программе. Итак, тема сегодня – что делать, если вы получили по наследству долги по кредиту? К сожалению, довольно часто случается именно так, что по счетам умершего приходится платить его родственникам. По закону наследникам достается не только имущество умершего родственника, но и его долги. Однако по наследству передаются не любые долги, а только те, которые неразрывно связаны с личностью умершего. Например, долги по алиментам по наследству не передаются, а вот долги по кредитным договорам наследуются. Но прежде чем рассчитываться по кредитным обязательствам, необходимо изучить документы умершего на предмет наличия кредитного договора, а также получить информацию с последнего места работы, так как на основании судебного решения могло производиться удержание денежных средств и заработной платы. Кроме того, долги гражданинам можно проверить через базу данных исполнительных производств, службы судебных приставов, которая расположена на сайте федеральной службы. Если документы по кредитам найдены, необходимо проверить наличие страховки по кредиту. В последние несколько лет банки активно предлагают своим заемщикам страхование от несчастных случаев и болезней. В большинстве случаев люди недовольны навязанными страховками, однако иногда такая страховка бывает крайне кстати. Чаще всего заемщиков страхуют от рисков смерти или нетрудоспособности в результате болезни или несчастного случая. Если страховка есть, необходимо проверить, от чего был застрахован заемщик, что считается страховым случаем, на какой срок была оформлена страховка и что делать при наступлении страхового случая. Если страховка действующая, необходимо обратиться в соответствующую страховую компанию с заявлением о страховой выплате. Порядок из строки получения страховки зависит от того, кто назначен выгодоприобретателем. Обращаю ваше внимание, если страховая компания необоснованно отказывают в выплате или задерживают ее, необходимо обращаться в суд с иском о защите прав потребителя. По решению суда страховая компания должна будет не только перечислить сумму страховки, но и возместить все убытки, а также компенсировать моральный вред. За нарушение сроков страховой выплаты можно требовать проценты за пользование чужими денежными средствами, а за несоблюдение спора по претензии соответствующий штраф по закону о защите прав потребителей. В ситуации, связанные с наследуемым долгом, не стоит бегать от банка. В кратчайшие сроки необходимо подать в банк письменное заявление о том, что их заемщик умер, и приложить к нему копию свидетельства о смерти. Это позволит переоформить кредитный договор на более приемлемых условиях. Если у наследодателя были незавершенные судебные тяжбы, либо исполнительные производства, о его смерти необходимо информировать как суд, так и службу судебных приставов. В ряде случаев производство по делу будет полностью прекращено, если право преемства не допускается. В остальных случаях суд должен будет приостановить процесс до вступления наследников в права наследства. Всю информацию о долгах наследодателя необходимо сообщить нотариусу, который ведет наследственное дело, так как долги также включаются в состав наследства. Если наследник не один, то соответственно и долги будут делиться между всеми. А закончить нашу передачу хотелось бы словами Уильяма Шекспира. Никогда не говорите, что знаете человека, если вы не делились с ним наследством. С вами был адвокат Алексей Цветков. Берегите себя и до новых встреч.